Всем привет! С вами канал ArtMoney И сегодня мы с вами будем пробовать Вот такой вот сыр Рикотта Мировая коллекция сыров Представляете? Но стоит он довольно дешево Стоит он где-то 86 рублей В перекрестке и его практически никто не берет Давайте же узнаем Почему же его никто не берет Смотрите, какая симпатичная упаковочка Вот Должен быть он каким-то похожим Таким, который сам стоит А, рецепт из Италии Даже смотрите, этот Прекраснейший сапожочек Так, тут 30% у нас Чего-то Хранится 60 суток 200 грамм И состав Давайте состав почитаем Состав у нас сыворотка Молочная Подсырная Подсырная Как новое слово Молоко цельное Соль пищевая Регулятор кислотности Лимонная кислота Кстати, довольно хороший Прям такой состав Ну и все остальное Так, изготовитель у нас Республика Мариэль Кому интересно посмотреть Нажмите стоп и прочитайте И давайте И давайте же будем его пробовать Он у нас вот так Выдвигается Здесь у нас там Есть еще Внутри написано Давайте посмотрим Вот так вот О, какая прям Красивая такая упаковочка Давайте ее просмотрим Фаршированные томаты Это рецепт что это? О, это рецепт Смотрите, классно Рецепт что нужно Способ приготовления Четыре порции Один час Круто Кстати, я очень люблю Когда делают Вот такие вот Рецепты на бумажечке Если рецепт понравился То можно его оставить Ну давайте будем пробовать Так, здесь у нас фольга Все запаковано Хорошо И открываем Открываем И Нас ждет сюрприз Ой Отрывала Сюрприз Во Смотрите, какая дрища Вот именно поэтому Я решила сделать обзор Потому что Которую предыдущую я купила У меня была точно такая же Я купила ее в гости Пошла Я пошла в гости И ее купила Ну Чтобы покушать И когда я ее открыла У гостей были очень сильно удивлены Спросили Наташа Ты что уже съела? Ты уже туда ложкой залезла И съела? То есть Блин, это была Очень неприятная ситуация На самом деле Не знаю Ну почему вот эта вот Такая вот дырка Давайте ее взвесим Там же у нас написано Да, что 200 грамм Ну да Здесь даже 220 220 грамм Вот она 220 грамм даже Ну наши 200 грамм Они действительно есть Это радует Но Это неприятно Правда Не люблю Честно говоря Такие продукты В которых есть Вот такая вот дрища Когда открываешь Тут половины не хватает Действительно Тут на вид кажется Как будто уже Кто-то слопал ложкой Прям вот Знаете Такую здоровенную ложку Раз и съем Здесь вот Кстати она находится Вот сбоку В моей рекоте Вот эту вот Предыдущую Которую я купила У меня была Прям вот так Посередине дрища Я честно удивлена была Теперь я понимаю Почему народ ее не покупает Потому что там половину нет Как будто бы Ну вроде якобы 200 грамм На самом деле Я очень сильно надеюсь То что производитель Посмотрит все-таки Этот ролик Увидит Да Постарается что-то поменять Я очень сильно Это надеюсь Ну давайте попробуем ее Попробую Я буду вот отсюда Вот Да Кстати Вы наверное заметили Что она Без сыворот Хотя нет Жидкость там есть Но она больше Как-то такая Как йогуртовая Что-ли Вот просто И туда шмяк И все Когда я покупала Я надеялась Что она будет Как на картинке Вот здесь Отделившаяся масса Которую можно будет положить Ну я планировала Так нарезать кусочками Посолить ее И к пивасику Но нет Она другая Конечно Так она выглядит Беленькая Давайте ее попробуем Она такая Знаете Очень легкая Как будто бы Сыр Сыр Как будто Знаете Добавили Взбитые сливки Все это перемешали Очень такая Нежная Небольшими Козявочками Ощущается То есть Ну не как сметана Да Например Или сливки Просто вот чисто А это вот Какие-то козявки Там ощущаются Но очень легкая Очень вкусная Но она не соленая То есть Она полностью Притм Такая Пресная Но вкусная Вкус творожка Или вот чего-то Такого Ну она наверное Знаете Как легкий творожок Больше наверное Вот так вот Больше Да Легкий творожок Такой С чем-то Со сливочками Не знаю Короче что-то такое Но не сыр Либо не знаю Мне кажется Если добавить салат Она просто будет Как майонез Разлетится По всему салату И все Но кстати Она очень оказалась Вкусная Не поверите С чипсами Вот такие вот чипсы Я купила к ней Сейчас мы с вами попробуем Русская картошка На них уже был обзор Они вот такие вот Кстати Русская картошка Ей уже очень-очень много лет Это уже давнишний Такой бренд Уже очень давно Моё детство Они были Мы всё время Их покупали с мамой Когда хотелось чипсов И просто вот оно Вот так вот Макается Да Набирается Вот на саму чипсу И не представляете Это очень вкусно Это обалденно вкусно Особенно с пивасиком Пробуем Мягкий нежный Такой сыр Даже сказала бы Воздушный сыр Плюс чипсы Всё вместе жуётся Это обалденно Это так затягивает Как попкорн Наверное Перед фильмом А это вот Во время беседы Вот такой у нас с вами Был обзор Пишите свои комментарии Оставляйте по поводу Этого сыра По поводу этой дырки Непонятной Может там просто дырка Для жидкости Могли сделать и посередине Это было бы красивее Также обязательно подписывайтесь Кто не подписался Будут ещё новые обзоры Интересные обзоры Вот на желе обзор Мы с вами сделали Тоже где-то будет Смотреть там На моём канале Также влоги Как мы живём Как у меня сынок развивается Чем занимается Он тоже начал готовить Ребёнку 5 лет будет летом Он очень любит готовить Готовит Придумает разные какие-то блюда Что-то там пытается приготовить Поэтому обязательно подписывайтесь Вот здесь вот кнопочка Колокольчик нажмите Чтоб не пропустить новое видео И с вами был канал Артмания Всем пока-пока